здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня такое познавательное видео отдыхающее познавательно немного я вам поболтаю сняла я втихаря конечно же сняла я магазин в чехии значит показываю что продают и какие цены там будет видно ну в общем выбор не ахти девчонки не ахти как я и говорила выбрать нечего но показываю чтобы вы понимали почему я все время жалуюсь вот это вот эта пряжа которая есть в основном чешского производства и в основном акрил почему-то потому что я так понимаю они не вяжут вот это вот я яр на арт у них как бы не дешевая цена цены не дешевые совершенно девчонки есть ализа есть яр на арт но и серии вот этих самых дешевых как бы вариантов вот вот это вот чешского производства вот такие вот этикетки ну в общем гималая видите вот это я показываю кстати это видео снимала давно подпольно подпольно снимал еще у меня есть идея девчонки снять по ализа пуфе кстати видите есть чехи ну цена тоже бомбезная научим все цены ужасно не ужасно сейчас я понимаю цены везде высокие вот поэтому как бы нечему удивляться что в чехии они такие ну вот этот вот магазин он самый большой в большом городе где я жила в граде скраловы где живет моя дочка и вот это вот сейчас я прохожу это все и чешского производства пряжи и практически все она акрил 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 и ничего такого как бы ну не правда не знаю чем это связано акрил почему-то наверно не продается просто поэтому что хочу сказать много хлопка вот игрушки они вяжут вот эти амигуруми для амигуруми как они правильно называются и вот макраме тоже есть достаточно хороший выбор и арнарты ализе и вот это вот трикотажная пряжа это тоже есть вот тоже непонятно все это производство но не турция не турция тоже какие-то не знаю по цветам выбор хороший вот спрашивали у меня девчонки по поводу пряжи где я покупаю в чехии пряж да где придется вот в основном я ее не покупаю здесь мне честно такие деньги платить жалко вот поэтому по возможности вот сейчас мне подруга привезла с украины еленочка передала вот конечно если вот ализе пусть и файн я заказывала здесь очень дорого один моток мне обходился около трех долларов это очень дорого это намного дороже чем у украине я брала вот такие вот набор из крючков там вот поэтому я стараюсь когда еду я еду с двумя чиноданами пряжи с украины и вот сейчас я просто не езжу из-за ситуации сложившейся вот и мне привозят именно с украины и знаете что я хочу сказать говорила с леночкой и она посылает девчонкам девчонки кооперируются и посылают с украины сюда в европу пряжу то есть выгодно там пять килограмм допустим там девчонки несколько человек они собирают заказ на 5 килограмм пряжи и тогда это очень будет выгодно это намного выгоднее чем купить даже в польше в чехии в германии в европе да пряжу так что если вы допустим находитесь в европе потому что вопросов немного было по этому поводу я под видео оставлю ссылочку на леночку на instagram и вайбер там номер телефона на вайбер на нее и складом я знаю складе у нее достаточно большой выбор пряжи и она посылает по силе видите спицы большое количество выбор ну и знаете я вам скажу я вот сколько раз туда хожу мадам трикот да вот это по моему пряжа это тоже турецкая у них кстати я ее держала первый раз в руках эту пряжу ярнарт baby color но это я знаю с это я вязала здесь же покупала вот прям целая стоечка вот это я ярнарт baby color на к это тоже кстати первый раз держала в руках но я почему-то вот такие вот пряжи не люблю хотя может и зря может зря может я все как все-таки к ним 78 крон вот видели моток 78 крон это три с половиной доллара это чешского производства вот эта пряжа кстати очень хорошего качества там шерсть и дорогая она вот в закупке даже дорогая поэтому мне ее прислали как бы попробовать по одному мотку я пробовала хорошие но не более как бы вот это красивая очень секции секционная пряжа как видите да чешского производства акрил ярнар там кое-что немного немного я вам скажу ализа немного совсем мало я не знаю как обстоят дела в праге ну вот в граде скрала и вот это самый аж говорю самый хороший магазин в котором практически всегда пусто такие будут дела и еще девчонки что хотела вам рассказать вот тоже не держу это все чешского производства и все акрил что хотела сказать я хочу знаете что хочу сделать я хочу поехать из праге магазин брунелла кучинели вот как только выйдет осенняя коллекция я хочу поехать туда ну вот я не знаю как мне снять я же не могу ходить там с телефоном и снимать и для вас вот видео экскурсию по магазину брунелла кучинели мне вот очень хочется эти все вещи пощупать руками попробовать какие они какая пряжа на ощупь вот что она из себя представляет и как она в реале выглядит понятное дело я могу вам рассказать но я же хочу вами показать поэтому я вот все думаю может мне заказать какую-то камеру вот такой вот есть ручка камера доставить ручку и поснимать вот такую авантюру и для вас решилась не самой интересно но мне же хочется и вам показать понимаете раз мы уже варимся в этом котле брендовых вещей которые мы повторяем нам же нужно исходить и посмотреть понимаете рад и я совершенно случайно обнаружила этот магазин я что-то не думала что он в чехии есть в общем девчонки я в него схожу обязательно обязательно схожу ну вот вопрос в том может кто знает как 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 это все дело делается и на что снимается скрытая съемка да вот я бы купила вы знаете потому что каждый сезон вот каждый сезон у них новые вещи да и и нам же интересно правильно мы же должны повторить и я же должна вот эту пряжу видеть понимаете тогда я буду лучше понимать это все дело и лучше у меня получится я во вторых я же могу там рассмотреть более детально сами детали кроя вот поэтому вот у меня такая зародилась идея я прям 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 поеду сто процентов но мне надо подготовиться мне надо подготовиться мне нужно что-то придумать с камерой вот чтобы чтобы я могла как бы ходить просто так вот да при этом камера пусть где-то там в кармашке снимает да я буду рассматривать я буду пробовать потом я это все озвучил уже потом уже когда видео будет снято и я вам это все расскажу свои впечатления свои как бы ощущения от этого всего стоит ли они эти вещи тех денег которых они стоят на вот мне очень интересно мне очень интересно вам показать поэтому девчонки вот видите ализе ну цена там мама не горюй а ну цена 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 века ну покажи цену 80 вот и не сама вот смотрю на видео озвучиваю и не увидела цену сама себе показала ничего не увидела 49 это это что-то не не турецкое это что-то чешское но все вот так вот на к чуть-чуть на к чуть-чуть ализе и чуть-чуть yarnart вот и как бы большого ничего как бы большого выбора нет вот yarnart я кстати эти все пряжи я тоже очень многого они не знаю и не пробовала 85 крон моточек это у нас три с половиной долларов ангора актив но это наверно что-то из этого ангора голод из серии вот это вот все дешевых ангур вот вот так что вот так вот девчонки у кого есть опыт кто знает где купить как называется вот такая вот камера для скрытой съемки я ее куплю ради общего дела ради будущего нашего чтобы могли точнее делать эти все модели пока нам еще никто не запретил я бы купила туда эту камеру сходила в магазин вот вот хотя может там и разрешат снимать в общем не знаю девчонки вот такие вот у меня планы вот такой вот магазин пряжи в чехии как вы видите людей там практически я всегда хожу одна может еще кто-то ходит вот это там чтобы там толкались да никогда в жизни там не толкаются поэтому такой вот магазин там вверху стоят эти для макраме для сумок пряжи вот это есть вы знаете что заметила что чехи больше крючком вяжут чем спицами поэтому вот эта пряжа хлопочек которая сто процентов акрил вот вся она акрил вот почему так я не знаю но это наверное она самая дешевая и пользуется спросом а то что натуральное скорее всего не продается вот такой вывод я могу сделать вот тоже красиво не знаю чья вот это вот так вот мои хорошие что хотела еще сказать да ничего не хотела сказать хотела сказать что я сниму вам все-таки магазин и вот хотела сказать что вот такая вот пряжа в чехии да и кто хочет действительно это прям сейчас мне пришла мысль что по поводу заказов с украины тоже то под видео ссылочка на леночку обращайтесь она все знает все вам расскажет посчитает наш габарин конечно же это не мотоки не упаковка выгодно она говорит считала самый выгодный вариант 5 килограмм вот тогда разбивается цена пересылки на эту пряжу и получается намного выгоднее чем в европе в одна упаковка понятное дело не выгодно вот поэтому если у вас есть с кем ско оперироваться то пожалуйста тогда у вас есть хороший вариант приобретения пряжи а это кстати я уже зашла в стеллажик со скидками часто очень по скидкам продается кстати вот это что за пряжа девчонки кто из меня за зал прям меха меха все девчонки на сегодня все я с вами прощаюсь с вами была вика и школа рукоделия пока пока мы дайте вау 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 так Продолжение следует...